В эфире Наульского телевидения итоговый выпуск. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Глава республики Радий Хабиров озвучил изменения в указе о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой опасности распространения коронавирусной инфекции. Видеоселекторное совещание прошло 26 марта. Изменения в указе следующие. Граждане, вернувшиеся из иностранных государств, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому до 14 дней. Неработающим гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мест. Школьников переводят на дистанционное обучение с 6 апреля. Сейчас благополучие страны, республики, городов зависит от ответственности и дисциплинированности каждого человека. А тех, кто игнорирует указания Минздрава, ждет административное наказание. Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан уже приняло решение о возбуждении административных дел в отношении 37 жителей республики, нарушивших 14-дневный срок самоизоляции на дому. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил законодательство предусматривает штрафы до 80 тысяч рублей и уголовную ответственность, если действия заболевшего стали причиной смертельного случая. Далее Радихабиров подчеркнул, что социальные службы и общественные организации должны оперативно организовать подготовку волонтеров для оказания бытовой помощи пожилым людям, находящимся на карантине. В Уфе он начал действовать с 27 марта. А тем россиянам, кто сейчас находится за границей, нужно как можно скорее заявить о себе. Это рекомендации Министерства иностранных дел России. Сделать это можно на официальном сайте, в соцсетях или на мессенджере WhatsApp. В связи с принятием мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в нашем районе изменен график работы организации и учреждений. Среди них закрытие на время карантина спортивных, образовательных и развлекательных учреждений. С началом каникулы школьников работа педагогов меж тем не прекратилась. 25 марта в образовательных учреждениях нашего района проходило обучение преподавательского состава. Институт развития образования Республики Башкортостан в режиме веб-семинара объяснил, каким образом будет проходить дистанционное обучение школьников после завершения весенних каникул. Сегодня в нашей школе проводится дистанционное обучение преподавательского состава по проведению уроков с применением дистанционных образовательных технологий. В школе идет очень серьезная подготовка к дистанционному обучению. В данный момент изучаются преподавателями электронные образовательные площадки, обсуждаются на уровне школьных методических объединений. После просмотра первого модуля обучения мы соберемся с нашими педагогами, обсудим все варианты дистанционного обучения и выберем наиболее приемлемый вариант для нашей школы, для наших обучающихся и разработаем алгоритм работы каждого педагога по своему предмету. Педагогический состав полностью задействован, все предметы, даже такие предметы, как технология, физкультура обязательно будут проводиться. В настоящее время работа кружков и различных секций прекращена. В школах нет учащихся, классы пусты. С 23 марта в школах района начались школьные весенние каникулы. С этой же даты, с 23 марта, в 18 образовательных учреждениях, в 16 школах и в двух учреждениях дополнительного образования начали функционировать лагеря с дневным пребыванием детей. Открытие этих лагерей согласовано с Министерством образования Республики Башкорстан. Но в связи с такой эпидемиологической ситуацией было принято решение о том, что с 25 числа, с 25 марта эти лагеря с дневным пребыванием детей перестанут функционировать. Сегодня лагеря с дневным пребыванием детей в 18 образовательных учреждениях нет. С сегодняшнего числа, с 25 марта, прекратились занятия в учреждениях дополнительного образования в Сюте и в Доме пионеров и школьников. Станционное обучение предполагает наличие компьютеров, наличие интернета. Вот эта проблема у нас около 200 детей по району, у которых нет выхода в интернет. Это дети, 155 детей, у которых нет ни компьютера, ни интернета. 45 детей, у которых есть компьютер, но нет интернета. Вот с такими детьми, как будем проводить занятия, здесь пока решение предпринимаем, думаем, что мы будем делать, как организовывать обучение таких детей. МЧС отправила письмо о том, чтобы мы предусмотрели в дистанционном обучении детей пересмотр программ в части безопасного их поведения, в быту, безопасного поведения с огнем дома, потому что дети зачастую будут оставаться дома одни, чтобы они соблюдали правила безопасности. В организациях ведутся комплексные профилактические мероприятия, проводится дезинфекция помещений, обработка поверхностей. С 23 марта приостановлена деятельность физкультурно-оздравительного комплекса «Юность» плавательного бассейна «Дулкен». На основании указа главы Республики Башкорстан и решения заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации коронавируса в муниципальном районе Наумский район с 23 марта приостановлена деятельность бассейна «Дулкен» и кинотеатра «Нефтяник». С целью профилактики и недопущения коронавирусной инфекции с 25 марта были отменены занятия спортивных групп по всем видам спорта с переходом получения заданий на самоподготовку. Также приостановлена работа подростковых клубов, кружков, творца молодежи. На основании пункта 12.1 указа главы Республики номер УГ-119 руководители, частные предприниматели, оказывающие услуги населению в сфере молодежной политики и спорта, были под роспись уведомлены о необходимости соблюдения эпид-режима в своих учреждениях и приостановлении допуска граждан фитнес-центры, спортивные, театральные, хореографические, секции «Наперед!» эпид-неблагополучие. Сейчас дальнейшие изменения в работе учреждений и организаций района зависят от эпидемиологической обстановки в стране. Гуляра Сиддикова, Нил Сафин, Артур Мухамедшин, служба новостей, Янаульского телевидения. В целях недопущения распространения коронавируса, дезинфекция и профилактические мероприятия должны проводиться и в общественном транспорте. Как работает это распоряжение в нашем районе, выяснила съемочная группа. Влажная уборка салона проводится раствором дезинфицирующих средств. Протираются ручки дверей, поручни, подлокотники кресел. На санитарную обработку одного автобуса у Рамзии Шахудиновой уходит примерно 10 минут. Раствор для обработки она готовит сама. И сутки раствор отстаивается, настаивается, и потом только я его применяю уже. На все автобусы это 2,5 часа, наверное, где-то, если все автобусы делать. Водитель не жалуется на запах? На запах, конечно, жалуется, но необходимость. Если мне страшно, то остальным чего? Не должно быть мне страшно, я же обрабатываю. Распространение вируса опытных водителей особо не пугает. Они доверяют дезинфицирующим растворам. Ездим в масках. Бывает и без масок ездим. То есть, ну, в зависимости, во-первых, где мы ездим, как бы. То есть, есть у нас участки поликлиника, больницы, там, как бы, ну, понятно, да, больные туда-сюда ездят. Но в основном нет таких. Мы отсюда не выезжаем. Те, кто в Уфу ездит, там контакты другие немножко, да. Там, наверное, все-таки используют маски. В целях обеспечения безопасности, охраны здоровья работников предприятия и перевозимых нами пассажиров, обработка автобусов дезинфицирующими, хлоросодержащими веществами проводятся уже с 23 марта текучего года. Ежедневно, после помывки автобуса в вечернее время, после 21.00, специально закрепленный человек проводит дезинфекцию. На следующий день, в течение следующего дня, во время отстоя, обеденное время, повторная обработка автобуса обязательно на порядке. Несмотря на то, что общественный транспорт обрабатывается, в целях собственной безопасности стоит воздержаться от частых поездок. Президент Новокрещенова Нил Сафин, служба новостей Янаульского деревенья. Рассуждения о плохих дорогах настолько избиты, что даже шутить на эту тему уже становится признаком дурного тона. Но вот жителям нескольких деревень, расположенных на линии автодороги Янаул-Зайцево, не до шуток. Каждый год в межсезонье, весной и осенью, грунтовая дорога превращается в непроходимое месиво. Ранняя весна в этом году не радует сельчан. Дорога, связывающая деревни Иткинеево, Шудемари, Янгузнарад, Сусады-Ибалак и Зайцево с Янаулом, раньше обычного прекратила быть таковой. Трудно сказать, сколько человек остались в изоляции, но по словам жителей, добраться до райцентра сейчас просто невозможно. Янаул, Янгузнарад, дорога очень плохая. Невозможно проехать, уже больше легковые машины вообще не проезжают уже. Вчера вот у нас один на девятке оторвал крепление бензобака, а другого у Калина бампер все, задний бампер все отстал уже все. Его тащили везде, даже на лошадь и тащили. Эта дорога у нас уже в течение многих лет, это самая наша боль всех деревень. У нас в деревне есть больные, онкобольные, лежащие больные, сердечники, скорые. У нас это в месяц 4-5 раз приезжает, а сейчас как, вот проедут им скорые. 12 студентов, 11 школьников, как вот сегодня их забрать все на УЛА. У нас вот эта проблема сейчас, это мы детей оставляем опасности, это по Зайцеву только еще, и 9 человек от нашей деревни ездят на УЛА на работу. В своих бедах сельчане винят нефтяников. Слабой надежде хоть как-то сохранить остатки дороги, они сами останавливают большегрузы и беседуют с водителями. Мы связались с нефтяной компанией. Со слов представителя собственных машин у нефтедобытчиков нет, а все тяжеловозы принадлежат обслуживающим организациям. Какая-то деревня? Деревня Зайцево, конкретно Инаульского района. А это промысловая дорога или здарова? Нет, это не промысловая дорога. У них есть промысловая дорога, там мост разрушен, поэтому они сами это открытым текстом говорят, водители, что мы там не проедем, поэтому они ездят здесь. А легковушки, они просто оставляют глушители, двигатели и застревают. В инспекции по безопасности дорожного движения от комментариев отказались. А выходом из ситуации был бы весовой контроль, но такового в районе не нашлось. И нефтяники, и инспекторы ГИБДД советовали нам поговорить с Республиканским управлением дорожного хозяйства, кому, собственно, дорога и принадлежит. Не с первой попытки, но нам все же удалось найти человека в этой большой компании, ответственного за содержание дорог именно в нашем районе. Дорога Инаул-Зайцево. В пятницу к нам обратились жители этого села. Попросили нас приехать. Мы приехали с большим трудом, добрались более полуметра колея, грязь. Машины не могут выехать в город. Дети, больные. Большие претензии к вам. Что вы можете сказать? Там грунтовая дорога, да, получается? Да. Это проблема далеко не первый год. Грейдер проходит каждое утро там. Через два часа картина та же самая. Потому что идут большие грузы, идут нефтяные машины, которые весят по несколько десятков тонн. И они всю дорогу тут же ломают. Дорога глиняная. Единственное то, что можно на это знак поставить, чтобы грузовые машины не ездили. Администрация Инаулского района неоднократно обращалась в Республиканское управление дорожного хозяйства с требованием привести дорожное покрытие в драмативное состояние. И этот год не стал исключением. Мы уже неоднократно, более пяти лет, активно ведем переписку с управлением дорожного хозяйства Республики Башкортостан, гостранством Республики Башкортостан с просьбой рассмотреть вопрос проведения ремонта на данных автодорогах. Но пока вопрос остается открытым. Нами на сегодняшний день также подготовлены повторно претензионные письма в адрес о башне в добыче с просьбой сократить движение специализированных транспортных средств в весенний период по автодорогам Янаульского района. Во вторник, 24 марта, в селе Сусады-Ибалак должно было состояться большое собрание с жителями Первомайского сельсовета. Ожидался приезд представителей управления дорожного хозяйства. Но коронавирус внес свои коррективы в жизнь района. Вопрос с дорогой остается открытым. Первое в этом году заседание антинаркотической комиссии состоялось в администрации района 25 марта. На повестке дня обсуждение итогов 2019 года и рассмотрение планов на этот год. О ходе выполнения в 2019 году муниципальной программы по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе доложили представители силовых структур, управления образованием и средств массовой информации. С докладом о результатах мониторинга наркотической ситуации по Яновольскому району выступили представители отдела МВД России и отдела социальной, молодежной политики и спорта районной администрации. По итогам заседания был вынесен ряд решений для улучшения профилактической работы на территории района. Вела заседание председатель антинаркотической комиссии, заместитель главы района по социальным вопросам Гаухар Миндьярова. С начала недели сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактической операции группа проводят рейды по местам возможного скопления групп подростков. Они направлены на предупреждение групповых правонарушений, совершенных несовершеннолетними, выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих их в совершение преступлений и антиобщественных действий. Результаты рейдов, а также вопрос недопущения совершения преступлений и противоправных акций среди несовершеннолетних, обсудили на рабочем совещании и комиссии по делам несовершеннолетних 26 марта. Был подготовлен план профилактики правонарушений. Среди его пунктов контроль за местами, где чаще собираются подростки, а также беседы с родителями детей. В период 24 по 30 марта у нас идет операция по оперативному мероприятию под названием «Группа», где в ходе этого организованы формирование перечень мест с концентрацией несовершеннолетних, подростковых групп, антиобщественных направлений, а также списков неформальных молодежных объединений, действующих на территории, обслуживаемой территории. Мы планируем за этот период провести рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям и концентрацией собираться, где у нас молодежи, торговые центры, кафе, пиццерии, совместно со всей системой профилактики нашего района. На сегодняшний день есть и выявление административных правонарушений, отклоняющих по статье 5.35 в отношении родителей. Но пока несовершеннолетних у нас на территории таких не выявлено. Это самый положительный результат, что у нас нет таких несовершеннолетних, которые занимаются противоправными действиями. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой и берегите себя. Проведите их с пользой и берегите себя. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 0,5 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 6, местами минус 10, минус 15, днем плюс 5, плюс 10 градусов. Штаб волонтеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции начал свою работу в Янауле. Волонтеры принимают заявки для оказания помощи в доставке продуктов, питания и лекарственных препаратов одиноко проживающим лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам, тем, кто находится на самоизоляции. Всех неравнодушных янауцев приглашаем присоединиться к масштабной общероссийской акции «Мы вместе». А желающим стать волонтером «Мы вместе» и желающим получить помощь волонтера достаточно позвонить по следующим телефонам. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok